Музыка Хотите получать проценты от покупок в интернет-магазинах? С помощью кэшбэк-сервиса Копико Тру вы можете экономить на шопинге. Регистрируйтесь, не пожалеете. Музыка Вот что творится. Музыка Работа кипит. Ставки делают. Заметьте, далеко не молодые люди здесь. Далеко не молодые. То шахматы рубят, то в шашке, то пиво пьет. У всех объединяет одно. Скачки. А мы идем дальше. Парус на втором месте Лада Лок. На третьем месте Старый Юпитер. Сбоила Старая Ямайка. Бег ведет Белый Парус. На втором месте Лада Лок. На третьем месте Старый Юпитер. И впереди Белый Парус. Хорошо бегут. Всем привет, дорогие друзья. Как вы уже поняли, я нахожусь на московском ипподроме. Делаем ставки, господа. Да, дорогие друзья, здесь, конечно, царит такая своя атмосфера. Есть старожилы московского ипподрома, которые, видите, приходят. У них специальные программки, свои специальные чеки. Видите, специальные такие вот ложи есть на трибунах. И наблюдают за ходом скачек. Вообще, вот, московский ипподром это, на самом деле, целая эпоха, целая история. У меня на канале есть три ролика. Я, наверное, их оставлю в ссылке в описании. Вы посмотрите, пожалуйста, эти ролики, потому что, вон, мужик чихнул, правда говорит. Правду говорю. Потому что здесь вот, где я стою, вот здесь вот, в этих вот трибунах, есть музей реально московского ипподрома, в котором вообще не была ни одна видеокамера. Я там снял, снял репортаж, посмотрите. И есть интервью с директором ипподрома. Есть конюшни, которые находятся вон там вот. Белый парус показал рейзвест. Где стоят лошадки, там по одному и даже не по одному миллиону евро. На втором месте девятый номер Lada Lock. Нет, лошади, это, конечно, интеллектуальные животные. Это потрясающе просто. На третьем месте двенадцатый номер Старый Юпитер. Вот, видите, дедульки отмечают свои программки. На четвертом месте, отмечают джокером. С джокером, с жокеем, говорят, с джокером. Который выступал еще в Советском Союзе. Там такие истории. Ну, короче говоря, ссылочки в описании. Я оставлю эти ролики, посмотрите. Все приходят в шляпах, видите, в таких нарядах красивых, много известных людей. Вот, так что... Сейчас посмотрим, может быть, еще что-нибудь вам интересное покажу. Вот, что-то я мимо ехал, думаю, дай-ка я заеду сегодня сюда. Погода хорошая, лето практически на носу. И вот решил вам показать такую вот красивую композицию. Что-то выиграл немножко. Подняли денег. Народ расходится. Короче, друзья, не буду вам долго объяснять. Короче говоря, я поставил на третье место, на текилу джаз. Сейчас последний заезд. Не буду говорить, сколько денег я поставил. Мистер Бу, на втором месте Афина Дит. На третьем месте текила джаз. Пока наша идет на третьем месте. Куджи Мейк Мэджик Хэппен. На пятом месте департамент. Так, смотрим, смотрим. Ну, что-то она плохо сегодня бежит. Вообще, текила джаз это... На третьем месте текила джаз. Куджи Мэджик Хэппен на пятом департаменте. Я-то, конечно, немного поставил. Четверть родина за 31,4 секунды. Для интереса просто. Раз уж приехал, думаю, надо сделать ставочку. На третьем месте текила джаз. Ну, давай, 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 давай. Давай, давай. На втором месте Афина Дит. Ну-ка. На третьем месте текила джаз. Куджи Мэджик Хэппен на третьем месте. Так, короче, ребята, блин. Вот моя лошадка. Ну, блин, зараза. Что-то она плохо бежит. Плохо бежит сегодня. Но еще есть несколько кругов. Ждем. Мистер Бул показал резвость. Две минуты, три и пять десяток секунды. Так, ну а текила джаз на каком? На втором месте девятый номер Афина Дит. Две минуты, четыре и две десяток секунды. На третьем месте шестой номер Мэйк Мэджик Хэппен. Понятно. Две минуты, пять секунд. На четвертом месте седьмой номер Текила Джаз. Мы на четвертом месте. Текила Джаз, короче, проиграла. Ну ладно, ничего. У меня-то время какого-то. Ну да, сколько у меня? Две пять. Две пять, да? Конечно, что было. Понятно. И на тех поставили. Да, хорошая. Понятно. Ну ладно. Главное не победа, главное участие. Правильно, ребят? Здесь тоже можно сделать ставочку вот в качестве тотализатора. Вот так вот выглядит билет. Вот видите, да? Центральный. Московский. И подрон. Я поставил 2400. Так что мне, конечно, нравится здесь на Ипподроме. Можно, в принципе, приехать и недорого, с комфортом, так с временем, с расстановкой, провести выходной день. Так что... Здорово. Здорово. Ё-моё. Ё-моё. Как дела? Ты чё тут делаешь? Здорово, вы и Сашку встретил. Класс. Рад тебя видеть. Чё новое? Отлично. Да? Отлично. Спасибо. Чё новое, как жизнь? Да вот приехал посмотреть. Да, так ты поздно приехал. Ну да, я поздновато немножко приехал. Тут движуха-то уже вся закончилась. Конечно. Ну ничего, мы там встретили. Ну чё, выиграли что-то? Ну маленько. Ну... 1200 там. 1200 там. 1200. Ну, я понимаю, недоллар. Слушай, здорово, рад тебя видеть. Да. Ты частенько бываешь? Ну я да, это бывает периодически. Сейчас будет ещё один заезд. Я немножко поздновато, конечно, приехал, но видите как... Ну всё равно, хоть так приехал. Много известных людей сейчас здесь находятся. Тоже вот. Посмотреть, вот Шервин сидит вот с левой стороны. Там за столиком. Видите? Тоже вот люди приходят, берут столик и смотрят на скачки, на забег. Делают ставки. Ну, кстати, ставки можно здесь сделать. Видите? Ммм... Даже выиграть. Ладно, дорогие друзья, в принципе, я вам так хотел сегодня такую, знаете, показать немножечко московский ипподром. Вот, сами посмотрели. Вот, выхожу я. Посмотрите, какой он красивый. На самом деле, это, по-моему, здание 1834 или 1839 года, точно не помню. 1834 года. Смотри-ка, не ошибся. О, посмотрите. Какое реально здание красиво. Вот такое. С блюстрадами, с колоннами. Короче, круто. Вот. Ну, не знаю, ребят. Не судите строго. Ставьте лайки. Лайки, комментируйте и ссылочку пройдите под описанием, да. Посмотрите ролики реально, потому что, ну, мега круто, короче, было. Я был вот здесь вот уже года два назад. И, видите, вот сегодня опять в воле случая опять заехал. И, на самом деле, вот этот московский ипподром, он реально держится на корифеях этого дела всего, потому что, на самом деле, коневодство очень мало уделяет внимания у нас в стране. Ладно. Короче, всем добра и позитива. С вами был Сергей Симонов. Чао, пока. Субтитры подогнал «Симон»